Здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу новости на русский язык. Все, что у нас здесь в стране происходит из официальных источников. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. 29 октября произошло самое главное событие, главный праздник в стране Байрам. Это день рождения республики, основания Турции как республики. И в этом году ей исполнился 101 год. 29 октября 1923 года республика была провозглашена Великим Национальным Собранием Турции. И тогда у республики появился первый президент Ататюрка, память и любовь к которому чтят до сих пор. Вся страна, естественно, была украшена флагами Турции и портретами Ататюрка. Хочу отметить, празднования были, конечно же, поменьше, в отличие от того года. Потому что было 100 лет, это юбилей, это было просто мега помпезно. Но не стоит забывать о патриотизме турок. И хочу отметить, что несмотря на все это, небольшой такой кризисный спорный момент, замес был. В соцсетях распространялись хэштеги, в соцсетях их голосования за то, чтобы не отменяли праздник и празднование. Потому что за неделю, примерно до этого, был теракт в Анкаре, о чем мы целых два выпуска посвятили ранее в новостях. И были такие разговоры о том, что вообще запретить салюты, празднования огромные. И вообще, то есть, не уделять внимания этому празднику. Но праздник этот такой прям скребоносный, самый важный в стране. Очень много хэштегов на эту тему голосований. И опять же, это было столкновение светских турок, кемалистов и людей, которые... Которые других взглядов, которые другого мнения. Но, тем не менее, праздник состоялся. Эрдоган сделал несколько заявлений, одно из которых он дал пояснение свое личное по отношению к Брикс, его участие там и вообще зачем-то Турции нужно было. Опять, это, знаете, такая некая игра на политической геоарене. Он сказал, что Брикс, как альтернативу отношениям с НАТО и ЕС, он не рассматривает. Цитата такая. Мы движемся в том направлении, где есть интересы Турции. Развиваем сотрудничество, которого требуют интересы Турции. И вот наше развитие отношений с странами Брикс не является, никогда и не может быть противовесом, альтернативой нашим нынешним отношениям с Евросоюзом и НАТО. Также президент Турции Реджеп Тейп Эрдуан прокомментировал курдский вопрос, который сейчас очень остро на повестке политической. Он сказал, что любовь между турками и курдами является религиозным, политическим долгом для обеих сторон. Турок, который не любит курда, не турок, а курд, который не любит турков, не курд. Но к чему эта фраза и цитата? Так, к тому, что произошел большой арест главы района СН Юрт в Стамбуле. Вы знаете по новостям, этот район самый криминальный, самый большой. Просто в районе города больше двух миллионов населения людей. И этот глава района СН Юрт, он представитель оппозиционной партии ДжГП. Он был избран муниципальными выборами весной этого года, так как ДжГП и вообще оппозиция по стране взяла больше 80% муниципалитетов, в том числе и этот район. Подозрения и обвинения ему выдвинуты по связям запрещенной террористической партии Курской РПК, которые взяли ответственность за теракт в Анкаре. Были проведены обыски в его квартире, в издании муниципалитета, были проведены задержания. И прокурор располагал данными о том, что есть зафиксированы многочисленные звонки ОЗР представителям руководства РПК, их общения, распечатки все. И лидер главной оппозиционной партии ДжГП ОЗР назвал необоснованным вот эти обвинения против главы муниципалитета района СН Юрта в Стамбуле. На самом деле вчера в СН Юрте прошел огромный митинг. Была демонстрация в поддержку арестованного главы муниципалитета Ахмеда ОЗРа. И на демонстрацию выступал лидер главной оппозиционной партии ДжГП ОЗР. Изначально он призвал в 16.00 собраться в СН Юрте у здания муниципалитета. Вообще всех глав, которые по стране выиграли весной на выборах. Ну и вообще в принципе остальных людей поддержать, да, сторонников своих. Они прибыли к зданию, он был на вот этом партийном автобусе стандартном, который с музыкой, с транспарантами, со всеми делами. Полиция не пропускала. В итоге кордон этот полицейские прорвали. Выступление удалось, состоялось. Он двигал речи с трибуны. Люди какие-то там, да, собрались. Конечно, это не супер-мега-массово было, прям, что прям масштабно, типа сотни тысяч людей. Не могу, не видела статистику, да, не могу точно сказать, сколько людей присутствовали на митинге. Ну, площадь заняли, вот так скажу. Ну, я знаю этот район прекрасно, он недалеко от меня. И площадь-то не супер-огромная, размерами обычная, стандартная. Да, то есть сказать о такой огромной массовости не могу. Но, тем не менее, митинг собрали очень быстро. От объявления до его сборов там меньше суток прошло. О чем говорится сейчас? Оппозиция выдвигает теорию свою, да, Джеппи, о том, что это политическая борьба. На фоне этого человека притянули за якобы связи с запрещенной террористической организацией. Типа еще доказать нужно, как будто правящая партия пользуется ситуацией, курдским вопросом. Также на этом митинге выступал и мэр Стамбула, и Крема Мамулу. Мне иногда в комментариях пишут, что я предвзято, я вообще остаюсь максимально просто рассказывать новости, никакого личного отношения не давать. Потому что я мало уделяю внимания с нападками на президента, с критика, а мало уделяю внимания позиций. Вот, пожалуйста, рассказываю, не все так идеально. И в Стамбуле вообще набирает, это уже старая проблема этого года, но она набирает все больше и больше критики оборотов. По поводу ситуации, по поводу трафика, по поводу очередей на остановках. То есть людям проблема даже бывает к метробусу подойти в крупных районах Стамбула. Не просто подойти к остановке, а очередь прийти на остановку, сесть в свой автобус и поехать на работу в часы пика до утра, с 7.30 до 9.10 утра и в вечернее время, там, в 5-6 вечера, в 7 вечера. Огромный трафик пробки, и это вопросы, конечно же, к мэру Стамбула, к Икрему Мамулу. Люди очень недовольны, и всегда, кстати, к партии, другие партии, которые в противовес к ГРП, представителем которого он является, всегда эту критику поднимают. Это такой острый вопрос, который требует решения. Несмотря на то, что по Стамбулу очень, ну, довольно-таки немало открываются новые станции метро, будем честны, то есть вот эти муниципальные деньги осваиваются, но вот по поводу разгруженности, вообще вопросу с транспортом очень много, и люди очень сильно этим, в Стамбуле и стамбульчане, именно недовольны его работой вот в этом плане. Также новость политическая, что мэр города Зангулдак, Гёкхан Мустафа Демирташ, член хорошей партии и партии, был арестован за сексуальное насилие в отношении муниципальной служащей, видимо. В Турции открывается медийная платформа под названием «Ложь Израиля». В Управлении по связи администрации президента Турции открывается платформа, и если по-английски она называется «Lies of Israel». Об этом сообщил глава ведомства, его зовут Фахритин Алту. Он сказал, что эта платформа будет выявлять ложь, систематическую, как он выразился, дезинформацию со стороны Израиля, распространяющуюся Израилем в отношении исламского мира. Разоблачать они будут якобы эти фейки, на семи разных языках будут публикации. Посмотрим, что это за платформа такая будет. «Туркия карт» вводится, это единая карта для транспорта оплаты по всей Турции. Министр транспорта и инфраструктуры выступил перед заседанием в парламенте и объявил о создании вот этой карты. Что это такое? Это планируется внедрение в 2025 году новой единой карты для всей страны по всем направлениям. По его словам, это будет такой проект огромный. Он будет реализован для начала в 18 самых крупных городах страны. Это позволит использовать карточку для оплаты проезда. Также этой картой можно будет оплачивать ее и воспользоваться как кредитной картой, рибетовой картой. Это все расширит ее функционал. То есть, карта уже сейчас используется в ряде регионов страны, в некоторых городах. Сейчас эту карточку, если вы хотите поучаствовать, можно приобрести в отделениях госпочты. Это ПТТ. Карточка стоит 40 лир обычная, а дебетовая с чипом, чтобы на еще денежки там класть и хранить вообще, да, она стоит 60 лир при оформлении, это очень дешево. В чем проблема? В том, что для того, чтобы, например, в Стамбуле существуют и Стамбул-карт, в других городах другие карты проездные, то есть, чтобы воспользоваться, даже туристу, да, воспользоваться общественным транспортом, например, автобусом, за наличку тебя не повезут. Ты можешь оплатить только вот этой транспортной картой. Есть возможность купить жетон, например, на трамвай в центре, ну, это когда, а если ты, например, на какой-то срок, на месяц, и нет у тебя этой карты, если там, вот, по сути, если не трамваем пользуешься, там, не знаю, другим транспортом, где по карточкам, то, короче говоря, получается, ты не можешь вообще воспользоваться общественным транспортом. Так что поехать в другие города, такая же проблема, везде свои карточки, короче, будет объединение этих транспортных проездных, короче говоря, что уже и давным-давно пора было сделать. В эфире телеканала Хабертург, эксклюзив появился, первые кадры с допроса и следственных действий в отношении Невзата Бахтияра. Напомню, это тот сосед, который ликвидировал, прятал тело девочки Нарин. На видео он заявил, что он взял тело Нарин от ее дяди, которое он передал прямо в день убийства, да, то есть не было и история, что думали о том, что это где-то тянулось в районе 14 дней, что они где-то тело сначала укрывали, а потом подбросили. Он заявил о том, что тело он получил в день убийства, завернуто оно было в одеяло, потом каким-то там образом он его переупаковал, назовем так, в мешок, пакет. Ранее в новостях я говорила, в выпуске появились кадры наблюдения, где он на машине пересекал путь, дорогу, ехал к этому ручью. Также дядя пообещал ему 200 тысяч турецких лир за выполнение этого задания, сокрытие тела, и он показал именно место, привел туда, где тело и нашли, показал дорогу, все объяснял. В общем, короче, просто кадры следственных мероприятий, которые бывают при расследовании. Это было пошагово, заснято, задокументировано. Конечно же, в соцсетях эта информация разлетается, она до сих пор актуальная для очень многих, но вызывает, конечно же, просто злость, и все ждут, когда же будет заседание суда, и начнутся эти слушания. Турция теперь поставляет в Россию сливочное масло. С 27 октября везли уже первая партия 20 тонн продукции, об этом сообщила российская сторона Россельхознадзор. С февраля 2025 года субсидии на электроэнергию для тех, кто потребляет вдвое больше средних показателей, по стране у них для этого была скидка, эти субсидии планируют отрезать, убрать, ликвидировать. Об этом заявил министр энергетики. По его словам, этой субсидией пользуются всего лишь 3% из 40 миллионов домохозяйств зарегистрированных, то есть это 1 200 000 человек, ну, квартиры, условно, домов, да, домохозяйств. По его словам, такое решение коснется главным образом владельцев самых больших домов с множеством бытовой техники, электромобилями, которые они от электричества заряжают их. Они, в общем, могут себе позволить платить и без вот этого, вот этой, скажем так, скидки, в общем, условно, богатые. Но исключением станут мечети и любые другие религиозные крупные учреждения, где тоже идет большое потребление электроэнергии. С 1 апреля 2025 года все товары, продаваемые через интернет и другие дистанционные каналы, должны будут содержать обязательные предупреждения и знаки безопасности на турецком языке, если это иностранные товары или производимые здесь в стране. Это постановление Министерства торговли направлено на что? На обеспечение безопасности потребителей, чтобы в своей стране потребитель мог прочитать на родном своем языке всю правду о товаре, карточку его в онлайн-магазине на Marketplace, например. Если будет обнаружено, что товар без турецкого описания в карточке, например, онлайн, когда он продается, то в случае обнаружения товар должен быть удален с продажи, снят в течение 24 часов. Если требования не будут выполняться, то будет вообще весь магазин онлайн, который продает, будет полностью заблокирован даже с одного неудаленного в течение суток товара. Платформы, которые предоставляют услуги для продавцов, типа Marketplace, Trendyol и все прочее, они обязаны будут назначить контактное лицо, сделать такую должность, которая будет общаться с жалобами, обрабатывать эту информацию, передавать ее, например, продавцам, короче, заниматься этим вопросом. То есть так, что новые вакансии откроются на Marketplace, в онлайн-магазинах, если это крупные какие-то места, то должен быть такой человек, сотрудник, который будет эту коммуникацию и этот контроль отслеживать. Для чего? Чтобы был официальный представитель, с кого можно спросить. То есть условно дать штраф или как-то подтянуть сам Marketplace или там онлайн какую-то платформу, которая что-то продает, у которой будут замечены подобные нарушения. Вот такие новости Турции на данный момент. Пишите в комментариях, какая новость вас не оставила равнодушным и вызывала на эмоции. Увидимся в следующих видео и в инфобоксе. Ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь.